Опираясь на статистику прошлых лет, можно сказать, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашем регионе обычно приходится на конец осени, начало зимы. На календаре самое, что ни на есть поздняя осень. Тем не менее, эпидпорог в Харцизке пока не превышен. Более того, по информации медиков, в городе сегодня вообще не регистрируется грипп. Медики советуют начинать повышать иммунитет и подготавливать организм к осенне-зимнему периоду заранее. Проще всего обезопасить себя от гриппа и его осложнений, пройти вакцинацию. Но прививочная кампания в Харцизке уже закончилась. Все 1130 доз, полученных в прошлом месяце по гуманитарной линии, использованы по назначению. Однако, однопроцентная прослойка иммунизированного населения слишком мала, чтобы предотвратить развитие эпидемии гриппа, констатируют медики. Тем не менее, вспышки гриппа и ОРВИ в Харцизке, да и в целом в ДНР, нет. Собственно, ни один из известных штаммов гриппа в республике пока не зарегистрирован. Этот факт подтверждают лабораторные исследования. За прошлую неделю было исследовано 17 проб. Это от больных острыми респираторными инфекциями. В том числе и три пробы были отправлены из города Харцизка и Иловайска. И все они на наличие возбудителя гриппа были отрицательными. Всего по Харцизку и Иловайску из Угрессу за минувшую неделю зарегистрировано 257 случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. Примерно треть заболевших – школьники. Школьников заболело у нас за прошедшую неделю 83 человека. Отмечается рост заболеваемости среди школьников на 56%. Если по сравнению с… на прошлой неделе у нас заболело 53, то за эту неделю 83. Сегодня для того, чтобы не простудиться, достаточно тепло одеваться, а также избегать массовых скоплений людей. Конечно, если вирус уже попал в организм и проявляются первые симптомы ОРВИ, то не стоит затягивать с визитом к врачу. Спасибо.